За долгую историю государственности в Соединенных Штатах Америки научились не складывать все яйца в одну корзину, и это помогло им остаться тем, чем они были на протяжении 200 с лишним лет. Даже внутренняя диверсия под кодовым названием Трамп не смогла разрушить государство изнутри, хотя усилия он прикладывал титанически, с учетом поста, который он занимал, да и сейчас продолжает действовать в том же направлении. Правда, сейчас у него уже не те возможности, и главное, у него уже нет иммунитета. Тем не менее, он и его подельники пытаются перекроить избирательное законодательство так, чтобы ограничить возможность голосования противного им электората или обесценить их голоса. На самом деле, допотопное законодательство, регулирующее выборный процесс в США, не просто отстало от современных общепринятых норм, но стало источником опасности. Это положение вещей демонстрируется в ходе двух последних кампаний выборов президента США. Результаты показали прямую антидемократичность этих норм права, поскольку оно нивелирует право граждан США избирать, а кроме того, прямо показывает противоречие принципу равноправия или, как записано в их конституции, равенству перед законом. Такая дичь образовалась потому, что США практикуют непрямые выборы. Проще говоря, в 21 веке граждане Соединенных Штатов не имеют права избирать президента, сенаторов и других деятелей на выборные должности. Голосовать они имеют права, а вот избирать нет. Этого права у них никогда и не было. На самом деле, того же президента избирают выборщики, которые могут опираться на результаты голосования избирателей, а могут и проигнорировать их. Лишь некоторые штаты, причем недавно, вменили им в обязанность голосовать так, как проголосовало большинство избирателей. Трамп четко показал, что голоса избирателей его не интересуют вовсе, ему интересны голоса выборщиков. Мало того, он даже пытался запустить в игру фиктивных выборщиков, которые были готовы проголосовать за него. И оказывается, что такие действия, в общем-то, и не вступают в явное противоречие с действующим законодательством. Если с этим ничего не сделать, то следующие выборы станут кошмаром просто потому, что они так прописаны в законодательстве. На самом деле, Трамп показал, что в принципе, при правильно построенном ряде манипуляций, выборы можно выиграть, не нарушая закона, и невзирая на то, как проголосовали американцы. Он выявил эти бреши в застарелых законах и пользуется этим, невзирая на то, что это ведет к развалу государства как такового, и, безусловно, окончательно охоронит основные демократические права населения США. И это не сгущение красок. На выборах 2016 года Клинтон получила на 2 миллиона голосов больше Трампа, и по законам всех нормальных стран она должна была стать победителем, но не стала. А все потому, что цена голоса избирателя в одном округе отнюдь не равноценна цене голоса в другом. Это потому, что избирают не проголосовавшие избиратели, а количество выборщиков, закрепленных по округам. И вот прямо сейчас люди Трампа пытаются сделать этот абсурд еще более диким. Количество выборщиков лишь относительно коррелируется с количеством жителей в том или ином округе, но заведомо не имеет прямой пропорциональности. У Трампа давно поняли, что за них в основном голосует юг и сельская местность. Города и местности с большой плотностью населения, а значит и более образованный электорат за Трампа не голосует, поскольку понимает, что это за дичь. Так вот, сейчас Трамп и большая часть республиканцев пытаются перекроить законодательство так, чтобы цена голоса в разных округах стала еще более отличной. Они хотят укрупнить городские округа так, чтобы голоса городских избирателей шли еще к меньшему числу выборщиков. И получается, что огромные малозаселенные местности по количеству выборщиков могут приравниваться к мегаполисам, где население в тысячи раз больше. Плюс к тому, создаются препятствия для голосования слоям населения, обычно голосующим за демократов. И вот вся эта дичь, возможно, исключительно по одной причине, а именно из-за отсутствия прямого голосования. Но мсье Трамп трудится не самостоятельно, и ему помогают его друзья из-за рубежа. Такое положение дел тоже стало известно потому, что штаты имеют несколько разведывательных структур, которые перекрывают друг друга по функциям и полномочиям, и ни одна структура не имеет полной монополии на свою деятельность. Так случилось и в этот раз. Уже несколько разведывательных структур указывали на то, что в нынешние выборы активно вмешивались российские спецслужбы, и об этом мы писали, когда комментировали телефонный разговор Байдена с Путиным. И вот в прессу попали некоторые подробности отчета, подготовленного аналитическим центром отдела разведки Министерства внутренней безопасности США. В нем подробно указано, что три страны – РФ, Китай и Иран – активно работают внутри Соединенных Штатов для того, чтобы путем информационного воздействия добиться своих целей. Так, относительно Ирана, аналитики вычислили два направления, по которым они активно продвигают свои усилия. Первое направление связано с тем, что штатам необходимо немедленно вернуться к ядерной сделке, заключенной при Обаме. Они пытаются сформировать общественное мнение таким образом, что Тегеран всегда был белым и пушистым, а Трамп безосновательно вышел из сделки. Второе направление, которое действительно очень сильно выпирает в американской прессе, это внушение мысли о том, что вооруженная конфронтация с Ираном – самое ужасное, что можно придумать, и что США потеряют в регионе весь свой флот и авиацию, как только попытаются их применить. Особенно старается издание The National Interest, и если кого-то заносило на его странице, там просто кишит материалами о том, какой ужас подстерегает Соединенные Штаты Америки при военной конфронтации с Ираном, КНДР и уж, конечно, с Китаем и РФ. Там не стесняются написать о том, что штатам надо поскорее слить в унитаз свой статус сверхдержавы и желательно забыть то, каким образом Соединенные Штаты стали настоящим мировым лидером, если бы это было одно такое издание. А вот по поводу Китая разведчики пишут о том, что максимальные усилия по продвижению своей пропаганды Китай направляет на то, чтобы замести следы, которые могут привести к причинам начала пандемии. Разными средствами, применяя различные приемы, Китай пытается внушить мысль о том, что вирус был занесен в Ухань третьей стороной, а сама КНР оказалась жертвой подлых манипуляций. Понятно, что это не единственная тема, но она является основной, а вот никакого давления на выборы со стороны Китая не было. И совсем другое дело РФ. Москва не просто вмешивалась в выборы, но делала это системно и различными средствами, безусловно опирающимися на государственные ресурсы. Более того, было установлено, что примерно по тем же каналам осуществляются попытки дискредитировать американские вакцины и наоборот превозносится российская вакцина, как некая панацея. Ну и плюс к тому, те же самые каналы используют аналогичные средства для внесения в американское общество хаоса. Это важный и интересный момент, поскольку Трамп делает ровно то же самое и тем же самым образом. В информационное пространство вбрасываются нарративы, которые приводят к противопоставлению одной части общества другой. Причем там используется любое потенциальное противостояние этническое, социальное, гендерное или любое другое, чтобы довести противоборствующие стороны до прямых столкновений. Разведчики пишут, что в этом плане РФ представляет наибольшую опасность и кроме того делают выводы о том, что ресурсы, которые используются для этих целей, могут выделяться только и исключительно Путиным и что, по сути, он лично стоит за этой компанией. В общем, этот отчет лег в конву отчетов других спецслужб, которые сходятся в одном – РФ ведет самую активную деструктивную компанию в США. Причем делает это брутально и для того, чтобы взорвать страну изнутри. А теперь вспомним о том, что когда в декабре стало известно о взломе серверов государственных структур российскими хакерами, Трамп заявил о том, что не стоит все вешать на Москву и что это могли сделать китайцы. Теперь выясняется, что все спецслужбы утверждают одно и то же и только один Трамп рассказывает что-то другое. Как в таких случаях говорит Киселев, совпадение – не думаю. В общем, Штаты показали стойкость системы и выстояли против глубинной бомбы с чубом, разорвавшейся в самом сердце страны. Но такого больше не должно повториться, поскольку неизвестно, сколько прямых попаданий сможет вынести эта система. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова